Убежище номер 120 находится под землей на глубине трех метров. Вход в убежище перекрывает четыре вот таких вот массивных стальных двери. Толстые двери и стены защитят от последствий взрыва, а на случай, если вход завалит, существуют аварийные выходы из убежища. Случись какие-то военные действия, случись какая-то чрезвычайная ситуация, все это тут же убирается, ставятся нары, и убежище становится уже, используется по прямому назначению. Кадеты Старожевской средней школы на экскурсии в убежище впервые. Знакомятся с экспонатами Музея гражданской обороны, техникой и снаряжением. Многие ребята в будущем намерены пополнить ряды спасателей. Мое желание идти в кадетский класс было в пятом классе, когда вначале учился. Вот тогда я сразу сказал родителям, я сразу пойду в кадетский класс. И они согласились. Подземные помещения вмещают до шести сотен человек, рассчитаны на тех, кто живет в радиусе полукилометра от убежища. В мирное время наиболее значительную техногенную угрозу для этого района может представлять авария на объектах, расположенного неподалеку Сыктывкарского ЛПК. В условиях военного положения в силу вступают особые правила. Убежище должно быть подготовлено к приему людей в течение 12 часов. Не выполнил человек, так он будет расстрелян. Почему? Потому что статус военного положения, так он вводит расстрельную статью, особые, скажем так, правовые решения, которые диктуются государством. То есть то, что происходит в мирное время, так оно отходит как бы на второй план. Сегодня подземное помещение используют в учебных целях. Здесь расположены классы и музеи гражданской обороны. Есть все необходимое для проведения учений. Автономная вода и теплоснабжение, проводная связь и двухдневный запас продуктов. Александр Зимовкин, Владимир Халабурский, Вести Коми.